любителям игры фарминг симуляторов 12 ровно как и другой серии игр фарминг симулятор здравствуйте сегодня у нас на обзоре карта которую возможно уже многие взрывали многие видели я решил обзорчик от себя добавить карта midwest horizon американский стиль писал автор что карта это подходит для сезонов агайо потому что карта само название midwest средний запад это такие штаты как агайо айова другие соседние штаты с такими сезонами значит подходит но на данном обзоре карта с модами сезонов немножко тут уже себя под себя и настраивал эту карту кое-какую подборку модов сделал мод сезоны поставил правда сезона у меня здесь не угайо и не среднего запада я сделал сюда сезоны оклахому потому что банально хочется хлопком заниматься на этой карте поля большие и собрать хлопок с таких больших полей будет довольно прибыльным делом последствия если на ней играть единственная заморочка здесь с модом сезонов на этой карте я пробовал разные сезоны и стандартный ставил и другие выбирал почему-то он пшеницу с травой начинает объединять в один сезон вот видите здесь и трава и пшеница один значок как это сказать на одну ячейку и я-то знаю как она растет что трава растет сажать ее можно весь сезон на оклахомовских сезонах собирать ее можно со средней весны до ранней зимы пшеницу здесь как сажать и собирать непонятно ну понятно что она сажается с ранней весны до ну примерно до середины весны может быть даже до поздней весны смотря какая температура смотря какое скажем так тут опять же вот и пшеница и трава устойчивость к заморозкам устойчивость к засухе не ориентирует нас как ее сажать где ну в принципе можно конечно тут вот например в среднем состоянии устойчивость к заморозкам нету это возможно будет как ячмень да то есть пшеница можно с ячменем сравнить я думаю так что пшеница что ячмень что овес культуры зерновые в принципе по ним можно как бы сориентироваться чтобы от единственного заморочка с этими сезонами на этой карте возникла еще раз скажу что любой сезон я сюда ставил и вот трава и пшеница смешиваются в одну ячейку и небольшие трудности возникают ну в принципе не критично но тем не менее карта мне сразу понравилось как только я ее увидел она вышла довольно таки давно это еще было наверное под конец восемнадцатого года это была одна из первых карт больших как американских которые выходила к этой модовых карт которые выходила к этой игре может быть я ошибаюсь может быть это был где-то весна девятнадцатого года ну я помню увидел обзор одного из наших иностранных коллег по обзорам карт и мне она сразу же понравилась эта карта я несколько раз пытался на ней играть но всякий раз происходили какие-то конфликты модов происходила такая штука что просто пропадали исчезали точки продаж и я не понимал что с этим делать и забрасывал эту карту вот опять не вернулся потому что она действительно классная она вот на ней прям полетаем камерой вот так вот таким вот видом терраформена здесь сейчас вернусь посмотрим посмотрим вот так вот и и да я поставил сюда уже мод как он называется в общем назовем ему мод почвенный мод официальный да карта большая увеличенная вот во сколько раз она увеличена я не знаю то ли в 4 раза то ли в 2 ну судя по полям я бы даже сказал что в 4 раз увеличенная карта точки продажи здесь 2 зерновых это купер фарма в резонку также здесь точка продажи хлопка точка продажи яиц точка продажи так стоять точка продажи хлопка точка продажи шерсти яиц молока это у нас щепа древесная силос трава понятно сена солома продаются только в тюках и то по моему там солома по-моему нельзя продать тюках только траву и сено можно продать тюках навоз с жидкий навоз твердый навоз не продается в стандартном варианте я тут поставил мод который превращает солому и сено в пеллет соответственно продажи пеллет тоже есть установил мод продажи чистого картофеля точнее чистого картофеля премиального картофеля какой-то еще мод на землю на грунт не знаю ну что то видимо есть такое не обратил внимание вот так что здесь культур дополнительных нету здесь кто работает играет с модом покос кукурузы ну в общем как он мод называется этот майс плюс он здесь тоже глючит я его решил убрать то есть этот мод здесь не работает у меня почему-то он не стал работать может быть был какой-то конфликт модов я сюда его не стал ставить я этот мод мне нравится я люблю с ним на картах работать отдельно делать например силос из кукурузы силос из травы и все это потом смешивать для кормления животных есть специальные карты где этот мод можно активно использовать в качестве разных разных кормов для животных кто например занимается только животного отчества тот может например там заморочиться с кормом для животных разных видов вот а так все по стандарту здесь культуры обычные покос травы кукурузы естественно только на силос он обычный вот сейчас мы немножко по карте пройдем . . скорость увеличим обе его первая . продажи зерновые есть ангары есть они по идее вообще должно открываться двери по моему должны открываться насколько я помню так нет что-то не открывается открывается я думал должно открываться может быть я что-то может быть из какой-то другой карты это весовая есть рабочая . продажи зерновых это первая точка продажи находится на на юго-западе и на юго-востоке находится вторая точка горизонтку даже вот анимация звук присутствует видите на слышке точнее здесь по моему даже что-то еще ребята покупается вот я не знаю вот эта вот штука это как сейчас посмотрим да посмотрите по моему тут даже триггер есть у меня к сожалению нет животных тут а да кстати здесь на этой карте даже на легком уровне вообще ничего нету есть только набор стартовой техники комбайн John Deere два трактора John Deere семерка восьмерка культиватор сейлка джип и грузовик с хоппером ну прицеп с разрузкой через низ а вот значит по моему тут покупается какой-то корм что ли я не знаю для животных то есть ну сейчас я это не пойму что именно там покупается заправка существует здесь но это все находится в районе магазина да то есть buy corn вот смотрите коммодистис что это такое вот есть ну да возможно я был прав здесь покупается точка покупки корма для то ли коров то ли свиней не помню вот вот никогда сколько я не играл на этой карте я не доходил до того чтобы завести живот то есть я всегда занимался обработкой почвы и растеневодство на этой карте а вот до животноводства не дошло карта начала глючить и в общем у меня пропадало желание всякий раз на ней играть но опять же это с учетом модификации которые я использовал сейчас я просто модификации сюда минимум подгрузил потому что был какой-то конфликт я ставил сюда бункера зерновые которые заполняются ну допустим как сказать сейчас я вам покажу сейчас в модах по моему у меня были эти бункера так держать у меня были бункера то лучше использовать конечно стандартные такие мультихранилища а у меня были бункеры такие одиночные под них подгонялись разгрузка конвейерным типом вот видите такие даже вот я большие эти бункера поставил миллионал фармс какие-то были вот такие вот большие бункера глючили и в итоге пропадали точки продаж поэтому я говорю я не очень так старался сюда забивать а вот как он называется конвейерный тип загрузки вот такими вот такие вот делал я ставил бункера и под них чтобы как более реалистично как в американском стиле они загружают разгружают разгружают допустим подъезжаешь хоппером выгружаешь через ней все это по конвейеру идет в бункер и потом так же загружаешь такие вот такой же вот такой же штук была еще одна штука я не помню как Бранпама называется какая интересная но я к сожалению не помню в каком в каком месте ее можно найти вот я не помню где она идет в разных или где такая вот еще есть не вспомню в общем смысл в том что занимался тут только зерновыми до животных у меня дела не доходило точка продажи это мы уже сказали вот еще одна точка продажи по моему здесь продают удобрения хотя buy corn ты покупаешь buy corn то кукурузу да покупка кукуруза вроде бы здесь у нас хлопок продается здесь по моему молоко молоко и последний у нас вот этот вот хлопок значит вот это шерсть а это шерсть я как понимаю шерсть сюда подавим да шерсть вот 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 целый комплекс хлопок яички извините яйца хрен а то можно ее по-другому называть и медвуза это шерсть так ну магазин естественно естественно магазин кейс вот немножко техники у меня есть это все вот это то что стоит это просто бутафория оно правда с коллизией но это нет не с коллизией или с коллизией колеса с коллизией и это с коллизией ну значит с коллизией и это мои семерочка восьмерочка я не стал их продавать оставил вот такой грузовичок с фокером место для модификации техники пока нет своего гаража да ну и соответственно тут можно скачать мод на триггер сна дверки работают в этих складах можно пока их использовать на первых началах только тут грязи правда много так вот если сесть проехаться здесь я даже вот заделал все щебнями текстуру щебнями да видите грязище так что еще есть точка покупки животных так нет это продажа тюков здесь же продаются тюки здесь же покупаются свинки ну тут в принципе все покупается и продается где-то что-то покупается где-то продается подвисло подвисло нажимаешь и в 5 и все подвисло да сейчас отвисло сейчас отвисло может даже не отвиснет к счастью от висло к счастью от висло да тут продажа котл фит продажи всем травы и покупка животных так и еще у нас одна точка продажи есть видите даже улицы тут подписаны естественно ранняя весна ничего на полях нету контракты работают сейчас посмотрим гость лумбр компания это у нас лесопилка все вест все запада самый огромный поле 108 108 поле 65 гектара на 2 как я не знаю сколько гектар 65 стоимость миллиона 300 это самое большое здесь поле на этой карте большое поле есть 42 17 19 121 покупается видите можно маленькими участками купить допустим кто хочет заниматься животноводством может побрести вот такой вот такой вот участочек 63 тысячи и там разместиться пожалуйста вот это вот такие вот небольшие квадратики продаются может кто-то лесом захочет заняться вот лес пожалуйста тут даже участками целыми несколько полей продаются мы сейчас высоты посмотреть как это все выглядит на терраформе переместимся и глянем так ага сейчас вот убрали дорог много ну в принципе много хватает например выбрать какой-то участок можно и так можно дорожку проложить но тут тут еще есть динамическая грязь на этой карте присутствует и не всегда она почему-то в том месте где она присутствует допустим да даже смотрите весной есть вода на полях потом она насколько помню должна высыхать вроде бы я не знаю должна по идее высыхать потому что авто писал что здесь происходит на участках полях залив вот даже на дорогу вода выходит но это не мешает машинам есть где даже какие то есть вот вот это штучки типа дренаж и вода потом уходит ну не знаю не могу сейчас сказать боюсь обмануть по-моему вода уходит поначалу когда я занимался на этой карте я покупал вот этот большой участок 14 вот это поле большое оно такое чем оно удобно тем что тут уже есть ангар тут часть травы допустим можно тут поставить корончик небольшой заняться коровами и поле у тебя будет большого уже собственности будет еще собственности вот этот вот лесной массив это не сосны это обычный этот лес древесный и он так густо растет что в общем тут неплохо можно заработать на продаже просто обычные щепы а если еще поставить мод на лесопилку то можно еще какие поддоны сделать из этих щепы повозить туда щепу на производство поддонов либо производство тех же пилет и в общем-то подзаработать на этом кто любит заниматься такими модами и а потом сделать большой поле то есть убрать этот лес который тут по центру и сделать такой большой поле и вот здесь я тоже покупал вот эти вот еще два поля вот это поле 38 и 30 здесь тоже есть лес такой посередине я делал значит скашивал этот лес убирал рубил и скашивал рубил так кусочек оставлял такой живописный ставил домик у меня база была жалко что не сохраненка у меня пропала как я не пытался ее восстановить ничего не получилось из ранних сохранений в общем решил на это дело забить лук большой вот здесь такой вот тоже можно купить отдельный очень много травы в общем что по этой карте особо больше ничего не скажешь карта про простая она рассчитана даже видите на игру мультиплеер есть сразу небольшие фермочки то что сейчас они в 22 фон ферме придумывают что будут якобы на вот этой американской карте сразу подготовленные фермы для мультиплеера это мододелы уже придумали сразу же вот эта карта еще раз я повторюсь она вышла одной из первых таких вот когда она появилась первый раз я увидел вау думаю сколько места тут на ней вообще правду бомба была да она простенькая она фпс не грузит особо то есть тут 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 минимум объектов они все простые и грузить тут не с чего единственное конечно вот вот эти все фермы вроде когда рассчитана ну допустим вот это вот на рассчитан там на хранение тюков да то где то вот есть коровник вот ну в общем если играть мультиплеере можно может каждый себе купить по куску и в общем то у него будет готовый там гараж сарай ничего не надо будет покупать единственно там бункера они не активны бункер для зерновых все равно надо будет покупать какой-то там либо для живота при старте игры дается если на среднем уровне на легком на легком уровне на среднем дается вот здесь ой не помню в каком месте по моему где-то вот тут недалеко участок земли с домом с фермы нет не тут по моему тогда где-то сейчас выйдем на обычную карту чтобы проверить посмотреть так я не вспомнил так а вот вот тут 25 поле вот я его продал у меня был этот участок тут был ферма была дом был там в общем стартовый участок можно было отсюда начинать ну я в общем то начну не отсюда хотя местечко тут живописное можно близлежащие по покупать тут как это ручей течет какой-то крик крик по-английски крик от лучей поэтому ручей поэтому так вот их называют мил крик витрик не знаю какое место куплю я планирую заниматься разведением может быть коровок может быть свинюшек поэтому мне нужно будет место для фермочки тут даже вот дом купить для дом поставить либо триггер сна место для триггер сна купить тут уже имеются дома на карте такие ну просто дома и можно к нему просто триггер сна купить поставить что просто типа к дому подъехал там отдохнул все в принципе на этой карте больше я не знаю что еще тут обозревать тут больше нечего лесов здесь по-моему нет леса все такие ясное дело что это регион среднего запада и лесов там по крайней мере в этой зоне получается мало в этой части хотя если они делали под агаев агаев мне кажется там все-таки есть какие-то леса ну смешанные леса вот эти вот видите даже целая вот площадь с лесом можно купить вырубить и заработать на этом деньжат то есть сосен тут по моему нету так что прям порубиться да фпс это на территориях где много леса вот именно такого тут фпс просаживается потому что очень плотно деревья и тут виде даже дамба какая-то вот и по моему автор писал что текстура воды точнее уровень воды меняется в зависимости от времени года ну не знаю так ли это или нет я не проверял я не проверял это вот еще одна ферма кстати говоря уже со множеством ангаров и гаражей вот можно будет даже вот этот участок купить прям сразу не заморачиваться раз и все пожалуйста вот у тебя тут будет сразу же тут вот кукуруза росла можно даже дома тут поставить живописное местечко вот тут озеро такое местное ну чем довольно живописное есть места на карте можно триггера добавить дополнительно по продажам то есть устроит кого-то кто любит на маленьких полях работать пожалуйста маленькие поля покупайте делайте что-то вот тут заброшенный какой-то же ферма такая неактивная на больших полях пожалуйста большие поля покупайте дел не тут нету такого такого леса соснового здесь нету здесь исключительно лиственный лес еще раз пролечу по карте по моему не было здесь лиственного леса соснового леса не было фпс это меня еще и немножко так все таки и железо на компьютере не такой сильный плюс еще этот f5 воспользовался этим подсказками триггеров и поэтому еще немножко больше фпс это в идеале можно конечно кто любит такой момент загрузить эту карту обычную без сезонов найти какое-нибудь местечко в общем пособирать поля собрать неплохой урожай там для дальнейшей продажи а потом же перейти на сезон и спокойно играть сезонами я обычно так и делаю на картах покупаю поля либо беру в аренду эти поля вот тут я не знаю как это действует когда например берешь через global company в аренду поля с уже посоженной культурой то у тебя она обнуляется вот а если брать в аренду поле не на сезонах то я не помню будет ли она обнуляться или нет допустим взял в аренду поля кукуруза да убрал это правда сдал потом назад из аренду но не знаю возможно я не прав может быть она везде всегда обнуляет аренду надо попробовать кстати такая карта карта хорошая если заморочку здесь пшеницей травой так все тут есть вот динамика роста цен сколько стоит бабы тогда надо запомнить в начале лета бабы самые дорогие все работает работает все в оборот пожалуйста раз два три четыре пять шесть сезонов настройки рингент рингейт снег можно включить ну я выключил тут оклахома все-таки там снега бывает редко где-то может быть там в северных частях оклахома может он выпадает вот такая вот карта интересно довольно таки так что может быть даже поиграю на этой карте у меня просто железо сувалка поэтому немножко конечно это все километра на мину меняется через настройку это ничего не меняет еще хотел проверить пачкается ли этот трактор в динамическом везде тут не особо пачкается может быть со временем а не вообще пачкается со временем не так быстро но я не собираюсь я не собираюсь с большим культиватором грязь как-то интересная на гране даже есть грязь понятно сейчас попробуем сейчас найдем где тут ну попробуем сделать асфальтик посмотреть чисто ради интереса где грязь будет пропадать где грязь не будет такое сделаем вот плиточка вот вот помятниками так а где асфальт это плитка а вот асфальт а вот асфальт асфальт вот а кстати трафик так быстро ездит вот еще асфальт а у вас есть ну почему то вот это для вашей текстуры вот кстати она бетонная а разумная на бравые грязь есть у нас асфальт тоже грязь есть на плитке ну по моему есть в общем только на бетоне получается 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 бетон рулит сейчас проверим еще раз так или есть нет тоже есть вот вот для меня я не знаю может быть потом вроде бы дождя нет может быть не так но это для меня тоже непонятно показалось значит так настроен этот динамический я не знаю все время можно его отключить или нет потому что я видел это это может быть просто если убрать xml файл и не будет грязи я не знаю я не пробую надо попробовать все вот такой обзор карты midwest горизонт 2018 конца года 2019 кто не знает когда этот мод вышел но сейчас по прошествии сколько там уже ну три года практически прошло да карта вполне такая для меня например она не потеряла актуальности на ней я готов поиграть немножко там какую-то небольшую фермочку сделать вот кто хочет пользуйтесь мне и делать как не знаю не знаю Продолжение следует...